Благо есть, исповедуйтесь Господи, и пейте имени Твоему Вышней, возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десятиструнным сантере с песней в Гослих, яко возвеселив наси Господи в творении Твоего, и в деле Бога Твоей возрасту и все. Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы сегодня с вами продолжаем изучать Псалом и будем говорить о 118-м Псалме. Если точнее сказать, то мы продолжим с вами изучать 118-й Псалом, потому что он имеет огромное количество стихов, занимает целую экофизму, и поэтому мы его, как с вами и договорились, делим на несколько частей. По величине и глубине этот Псалом, конечно, превосходит все остальные Псалмы, и об этом мы говорили, что святые отцы с трепетом подходят к каждому слову, и поэтому и мы стараемся более быть близки к тексту толкования святых отцов, хотя будем говорить с вами современным языком, чтобы каждый человек, слушающий нас в любой местности нашего огромного православного мира, мог понять эти глубокие слова, принять их к своему сердцу, и, конечно, руководствоваться ими в своей духовной жизни. Это самая главная цель наших передач и нашей программы, и вот такой глубокой направленности. Итак, продолжим толковать и изучать Псалтырь 49 стиха 118-го Псалма. Конечно, Господь, говорят святые отцы, дает возможность просить Давиду, чтобы Бог вспомнил свои обещания, на которые повелевал возлагать упование. «Именно упование то утешило во всех бедствиях, в какой мере возрастает Божье Слово в душе человека, постигаемое и приемлемое ею, в такой же мере и возрастает и то, чтобы жить добродетельно». То есть, Господь обещает милость свою всем любящим Его и угрожает тем, которые не исполняют закона Божьего. То есть, каждый получает согласно своим поступкам в этой жизни. Насколько поступки должны быть правильные, опять-таки, мы должны созмерять жизнь свою земную и помышлять о том, а как мы должны поступать. Ведь не случайно Священное Писание нам говорит через святого апостола Павла, что мы должны жить не своим умом, а умом Христовым, то есть, пропускать все свои действия через призму Священного Писания. И когда мы хотим поступить в том или ином случае, мы всегда должны себе задать вопрос, а как нам в этом случае повелевает поступить Слово Божие? А если мы до конца не знаем Слово Божие, тогда мы приходим в Храм Божий и просим, чтобы священник нам сказал, а как нам правильно поступить? Потому что, если мы поступаем неправильно, то Господь, конечно, посылает нам те испытания, которые мы заслуживаем согласно своих поступков. А ежели поступаем правильно, то Господь, как и здесь говорит псалмопевец Давид, Господь утешает своих во всех бедствиях. Горди законоприступоваху до села, от закона же твоего не уклонись, поминук судьбы твоя от века, Господи, и утешихся. Гордые не только сами согрешают против Господа, законоприступоваху, то есть нарушают закон, и от закона Божьего уклоняются, но они являются соблазном и для других. Более того, они имеют такое психологическое воздействие и на других, и говорят, ну вы вот слабые люди, потому что вы не можете жить так, как мы живем. Мы смелые люди, поэтому мы выступаем против Бога, если говорить их, разбирать их жизнь и говорить их словами. То есть смелость оказывается не в том, чтобы исполнить закон, и сила не в том, чтобы исполнить закон, а по их пониманию, конечно же, сила заключается в нарушении закона. Вот здесь, конечно, в духовной жизни мы понимаем, что сильный тот не тот, который нарушает закон, а тот, который исполняет его. И поэтому грешники и гордые, они являются таким вот соблазном и подстрекателями к нарушению закона. Но чем утешается человек праведный, который не идет за этими гордыми, не ловится на такие ухищрения этих людей и врага рода человеческого, они, говорит Псалом Певец Давид, «помянух судьбы твоя от века, Господи, и утешихся». То есть помянух закон твой, Господи, и через него получил утешение, потому что знает верующий человек, что через исполнение заповедей Божьей, даже пусть над ним будут смеяться, даже пусть его будут принимать в этом мире слабым, он все равно будет сильным, потому что Господь даст ему благодать и даст утверждение в этой жизни, да еще вознаградит его и в будущей. «Печаль прият мя от грешник, оправдающих закон твой». Ну, конечно, печалиться надо. Вот печаль, печаль прият мя от грешник. Печалиться он о тех, которые нарушают закон твой. Конечно, когда праведный согрешает, он плачет о своих грехах. А когда, святый отец говорит, когда согрешает брат его, то он видит, что ничего невозможно сделать, чтобы исправить его. Тогда он оставляет печаль о своем грехе и начинает плакать и молиться о исправлении своего брата. То есть плачет о грехах ближнего своего брата. «Пета бяхо мне оправдание твое на месте, пришествие моего». В настоящее пришествие моего – это настоящая жизнь. В настоящей жизни псалмоперезис Давид прославляет Бога. Он поет об оправданиях его, то есть о том законе, который Господь дал. Потому что не может не ликовать душа, когда она знает, насколько велико исполнить заповеди Божии, насколько благодать Господь дает от общения с ним через Слово Божие, через ту внутреннюю молитву. И, конечно, человек, когда не обременен грехом, он в полете своей души прославляет имя Божие. «Помянух в ночи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой». Очень важная вещь сегодня говорит псалмоперезис Давид. «Помянух в ночи имя Твое, и сохраних заповеди Твое». Ночь – это особое состояние человека, состояние расслабления, отдыха, когда человек не занят делом, не занят трудом. И в это время враг рода человеческого его очень сильно искушает. И только через память о заповедях Божьих, о законе Божьем, через рассуждение его можно победить вот это ночное испытание и ночной страх. «Сей быть мне, як оправдание Твоих взысках». Ну что ж, вот здесь опять-таки память о Боге укрепилась в пророке от ночных бдений и содействовала ему исполнить божественные оправдания. Ночное бдение, ночная молитва, она, конечно, имеет огромную силу. «Часть моя, если Господи, рех, сохраних закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня, пословеси Твоему». Через молитву «помолихся лицу Твоему, помолихся Господу непосредственно». Через молитву человек, конечно, и от всего сердца получает оправдание, то есть помилование от Господа в тех грехах, которые он совершает. «Помыслях пути Твоя и возвратихся, нозимые, в осведение Твоя». То есть пророк поступал и дает урок всегда размышлять о тех путях Божьих, которые Господь дал человеку. А пути эти идти за Христом, идти за Господом. И тогда Господь посылает благодать, и ноги наши возвращаются к исполнению заповедей Божьих. «Уготовишься и не смутишься, сохраните заповеди Твоя». При любых скорбях, конечно, не нужно смущаться. «Уготовишься и не смутишься». То есть разные бывают испытания, которые выпадают на долю человека. И, казалось бы, и гнев бывает, и неправда, которая может тебя увести от исполнения заповедей Божьих. Но ты должен не смущаться, а всегда стремиться исполнить заповеди Божьи. «Ужа, грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забых. Ужа есть цель луковых помыслов, которыми демоны пытаются не зринуть с ликостояния по Богу». То есть вся жизнь – это борьба. И, конечно, если человек пребывает в законе Божьем, то он может победить врага рода человеческого. Потому что здесь и благодать, здесь и молитва, о чем говорит псалмопевец Давид, и обращение к Богу. А если все этого не будет, то враг рода человеческого легко побеждает человека. И, конечно, тогда он остается в той пустоте, которая следует за грехом. «По луночьи востах исповедуется тебе о судьбах правды твоей. «По луночьи востах исповедуется тебе о судьбах правды твоей». А вот здесь псалмопевец Давид говорит о важности ночной молитвы, как более сокровенной, когда вся суета этой жизни, попечения отходит. Когда тебя никто не может отвлечь от этой ночной молитвы, от того серьезного бдения. Когда ты в чистоте своих помыслов можешь обратиться к Богу, тогда ты и приобретаешь особую благодать, и тогда ты можешь исповедовать Господу и свою веру, и каяться в своих грехах, и достигать высокого состояния, и побеждать врага рода человеческого, который в это особенно время тебя очень сильно искушает. Вот о важности ночной молитвы мы видим, насколько человек, который предстоит ночью на молитве, достигает высот. Не случайно мы знаем и афонские монастыри, и другие обители, которые любят ночное бдение, то есть молиться ночью, и во время ночи проходит у них служба, молитва, днем послушание. В таком состоянии они не оставляют место врагу рода человеческого, чтобы он их искушал и причинял им какие-то духовные бедствия и страдания. «Причастник, аз есм всем боящимся тебе и хранящим заповеди твоя». Очень глубокие слова. Что такое причастник? Причастник – это соучастник. «Я есм всем боящимся тебе и хранящим заповеди твоя». То есть я отношусь к тем и живу вместе с теми, которые стремятся исполнить закон твоей, заповеди твоя сохранить, которые имеют вот такой внутренний страх потери любви. Я отношусь именно к ним, и я вместе с ними стремлюсь исполнить и сохранить заповеди твоя. «Милости твоя, Господи, исполни земля оправданием твоим, научи меня». Действительно, без милости и долготерпения Божия ничего невозможно совершить человеку. Если Господь посылает милости, то тогда он и учит человеку оправданием твоим, то есть заповедям твоим. Без познания заповедей, мы уже не раз говорили с вами в этом псалме, невозможно исполнить закон Божий. Без исполнения заповедей Божией невозможно войти в Царствие Небесное. «Благость сотворил еси с рабом твоим, Господи, пословеси твоему. Не будь бесчувственным благодеянием Божиим, потому что не освободились бы от греха, и не был бы сопричестен к рабам Господним, если не была тому виной божественная некая благодать». Вот здесь святые отцы очень четко говорят, толкуя этот стих, что мы не должны с вами гордиться, не думайте и ничего не должны приписывать в своей жизни, что мы вот такие высокие, что мы можем сами по себе достигнуть очень многого в жизни. «Если не было бы благодати, без меня ничего же творите можете, без Бога не до порога». Если не будет благодати Божией, ничего мы не сможем достигнуть ни в личной, ни в земной, ни в духовной жизни. Поэтому всегда нужно уповать на незреченное милосердие Божие. «Благости и наказанию и разуму научимя, яко заповедям твоим веровах». Все ссылается на законы. Если же ли мы сопричастны закону Божьему, то Господь, конечно, управит нас жизненной путью. Но этот жизненный путь будет самым различным. Вот здесь три целых составляющих выделяет псалмопевец Давид. «Благости и наказанию и разуму научиме». Благости, без благодати Божией ничего невозможно. Мы с вами в предыдущем «благость, благостью» все говорит о той благодати. Без благодати Божией действительно ничего невозможно. Это как растение не растет без воды, без солнца, без вот этих составляющих невозможно подняться растению на этой земле. Поэтому без благодати Божией, без такого обильного орошения этими божественными токами Духа Святаго, человеку ничего невозможно достигнуть на этой земле. Но если Господь будет давать ему эту благодать, то тогда он сможет многое достигнуть, потому что в его жизни обязательно будут наказания, то есть некие испытания жизненные. Но опять-таки, для чего они нужны? Мы с вами не раз говорили, если бы не было испытаний, не было бы скорбей и болезней, то человек бы захлебнулся в своей гордыне, в своей уверенности, что он властелин этого мира. Но когда Господь посылает наказанию, то тогда и для него открывается путь разумения и смысл этой жизни. А в чем он заключается? Ведь она временна. Неужели я все возьму то, к чему я стремился в течение этой жизни? С собой нет, конечно. Я ничего с собой не возьму. И у тебя открываются тогда перспективы духовной жизни. Поэтому здесь и псалмопевица Давид говорит, что вера в заповеди, когда появляется человек. Во-первых, когда есть присутствие благодати Божией. Во-вторых, когда Господь посылает испытания, от которых открывается твой духовный разум. «Прежде даже не смирите мися, а спрегреших, сигураде слово твое сохраних». Конечно же, сначала человек согрешает, а потом только Господь посылает ему испытания. А через испытания он приобщается к смирению. «Сигураде слово твое сохраних». А потом уже начинается ценность отношения к Слову Божьему, и он стремится его сохранить. «Благ, если ты, Господи, и благостью твоей научиме оправданием твоим». Опять обращается к той благодати, которую Господь посылает. И через эту благодать человек получает оправдание. «Благ, если ты, Господи, и благостью твоей научиме». И чтобы мы, конечно, учились от Господа его милосердию, его долготерпению над каждым из нас. И также относились к тем ближним, которые окружают нас. «Умножися на мя неправда гордых, ажи всем сердцем моих испытаю заповеди твоя». Что ж, конечно, немало человек получает всякого искушения в этой жизни. То есть мы должны стремиться, конечно, невзирая на то, что мы получаем за свою веру какое-то поношение. Но когда мы переносим его, уповая на заповеди Божии, то получаем благодать. Вот не раз псалмопевец Давид обращается в этом псалму к этой мысли. И каждый из нас понимает, что за веру надо потерпеть. И если мы имеем такое терпение, понимая, что мы ни в коем случае, когда нас гонят, когда посылаются нам испытания от ближних и дальних, от единоверцев и неверных, что мы должны сойти с этого пути и смешаться в общей толпе и жить общими такими ценностями, не зная своего места в этой жизни. Ни в коем случае не нужно ловиться на это. Но надо испытывать, конечно, заповеди Божии и понимать, размышлять, рассуждать, углубляться в законе Божьем. И понимать, что через это Господь дает благодать. А если дает испытания и поношения какие-то, то они даются не ради того, чтобы мы пришли в уныние, в отчаяние и отошли от Господа, а ради того, чтобы мы укрепились в вере и более крепко исправили, конечно, свой путь и более крепко прильнули к самой церкви, к телу Христову. «У сырися, я комлеко сердце их, ажи закону твоему поучихся». То есть, у сырися молоко, когда становится сыром, оно становится твердым. И вот у сырися они утвердились, стали твердыми в своих беззакониях. Но и это не должно смущать нас. Мы должны все равно «ажи закону твоему поучихся». Я же все равно, невзирая на то, что происходит вокруг меня, я все равно буду уповать на твой закон и буду утверждаться в законе Божьем, невзирая на все искушения, на всю жесткость той ситуации, в которую я сегодня впал. «Благо мне, якосмирил Мейси, якоданучуся оправданием твоим. Благоденствие не полезно нам. От него ленность, гордость, и дьявол сильнее нападает. Оно производит больше зла, нежели бедствия. Поэтому пророк и воздает благодарность суровым мерам, как принесшим здоровье. Ибо нет ничего хуже гордости. Для того и бывает искушение и скорби». Вот как глубоко святые отцы говорят нам, «никогда не надо бояться этих испытаний и этих скорбей, потому что от них рождается только очень важная добродетель». Я бы сказал, «матерь добродетели» — это смирение. И когда мы в законе утверждаемся, тогда сердце смиренное. Очень важно нам прийти смиренными. Если мы придем с гордыней человеческой, то, конечно, ничто нам не поможет. Как-то подошел ко мне один человек и сказал, «батюшка, я болен раком, и у меня четвертая степень, поэтому мне очень тяжело, боли мучают. И я очень сурово и грубо отношусь к своим близким. Я их гоняю, я с ними ругаюсь, я с ними ссорюсь. Они от меня просто летают, все боятся даже по дому ходить». Я говорю, «как же ты стоишь почти на пороге смерти и так себя ведешь? Тебя же Господь не возьмет в сердце Божией, невзирая на твои физические страдания». Он говорит, «почему не возьмет меня Господь?» Я ему ответил, «потому что ты в раю со своим характером и со своим нетерпением и ангелов всех разгонишь». И тогда ему такое просветление наступило. Он улыбался, помню, стоял и смотрел всю службу на меня с пониманием того, что действительно смирение только дает нам возможность войти в Царствие Небесное. А всякое нетерпение, всякая гордыня, оно, конечно, станет большим препятствием войти в Царствие Небесное. Поэтому благ, если Господи, яку смирил, если мяда взяла. То есть Господь через те испытания и искушения дал мне возможность приобщиться к тому глубочайшему смирению, которое становится и наградой в этой жизни, и поводом, чтобы мы стали участниками жизни вечной. «Благ мне закон уст твоих пачи тысяч злато и серебра». Ну вот, как высоко оценил псалмопевец Давид Закон. Он пачи золота и серебра выше стремления в земной жизни. Он не стремился к золоту и серебру, а самое богатство его – это закон Божий. Вот то, что составляло сущность его жизни. Вот то, к чему он стремился в течение всей своей жизни, к чему и призывает каждого из нас. «Руцы твои сотвори с теми и создаст теми, вразуми меня, и научусь заповеди твоим, Господи, ты сотворил меня. Я не просто для тебя чужой человек, но твои руки меня сотворили и создали меня. Поэтому сам вразуми меня и научи меня заповедям твоим. Потому что если ты сам участвовал в творении моем, насколько ценен я тебе, поэтому дай мне и ценность духовную, чтобы я не был потерян для тебя и вечности. «Боящийся тебя узрит мя и возвеселяться, як она слависа твоя уповах». Ну что ж, праведник стремится к праведнику. «Боящийся тебя узрят». И, конечно же, возвеселяться. То есть каждый праведник, он радуется о праведном человеке. И тот, который в законе Божьем, он увидит такого человека, который исполняет и будет радоваться о правильном пути его, о благочестивой его жизни. «Разуми, Господи, як оправда судьбы твоя, и воистину смирил мя и си». Ну здесь опять-таки «разуми, як оправда судьбы твоя». То есть то, что с нами происходит, оно происходит не случайно. Господь, конечно, посылает нам разного рода испытания. И эти испытания, конечно, за грехи наши Господь по правде нашей поучает нас. Но опять-таки он дает нам это для того, чтобы мы исправились. «И воистину смирил мя и си». То есть ты дал мне эти испытания за мои грехи, за мои неправды, чтобы я обрел смирение в этой жизни. «Буде же милость твоя, Господи, да утешит меня, послабиси твоему рабу твоему». То есть всякое испытание для нас является таким трудным состоянием души. Поэтому псалмопевец Давид просит о милости. И эта милость будет являться спасением для человека, потому что человек через это будет видеть любовь Божия, и видеть прощение в своих грехах. «Да приидут мне щедроты твоя, и жив буду, яко закон твой поучение мое есть». Будучи лишен божественного благоволения, пророк представляет себя трупом и умоляет, чтобы оживило его человеколюбие Божие, чтобы ожить ему в чувстве сердца. То есть «Да приидут мне щедроты твоя, и жив буду». То есть «Господи, дай мне свое человеколюбие». «И оживи меня через исполнение закона твоего». «Да постыдятся гордые, яко неправедно без закона вошенымя, ажа погумруся в заповедях твоих». «Да постыдятся гордые». То есть те, которые неправедно относились к нам. Но и это испытание, опять-таки, как врачевство он воспринимает, и это испытание не отведет его от правильного спасительного пути. Но он углубится в изучение заповедей Божьих, которые принесут ему огромную пользу, и принесут эту огромную пользу каждому из нас. «Да обратят мя, боящиеся тебя, и ведящиеся в видение твое». «Буде сердце мое непорочное в оправданиях твоих, яко да не постыжуся». Ну что ж, Псалом 5 говорит «Буде сердце мое непорочное». То есть имеет огромное желание истребить в сердце своем грех и делом, и мыслью. Сподобиться, как говорят святые отцы, сыноположения должны иметь не тело только непорочное, но и непорочную душу. То есть стремиться к чистоте, как духовной, так и телесной. «Исчезает во спасение твоя душа моя на словеса твоя уповах». «Исчезает», то есть сильно вожделевает спасение через изучение божественных словес. «Исчезоша, отче мое, в слово твое, глаголище, когда утешиши мя». Все тайны Божии открыты в Слове Божии, но постигается только тогда, когда благодать дает их постигнуть. «Внезапно узревает ум в Слове то, чего прежде не видел в нем, хотя несколько раз читал и обдумывал его». То есть вот это глубина достигается в познании даже в Слово Божие, если Господь посылает свою благодать. «За небых, якомех наслани, оправдани твоих незабых». «За небых, якомех наслани». То есть святая отца говорит о том, что мех при теплой погоде, при попадании на него лучей, он расслабляется и становится вместительным таким, и в него вмещается все и вся. А вот когда якомех наслани, когда он на ине, на морозе, то тогда он сжимается, а когда сжимается, тогда не остается места для греха. «Коли-ка я с ней раба твоего, когда сотворишь ими отгонящих ми суд». «Немного дней жизни моей», говорит псалмопевец Давид, «аще семьдесят, аще восемьдесят, когда я увижу, Господь, дни, когда сотворишь ими отгонящих ми суд, то есть которые причиняли мне зло и обиды. Конечно, как враг рода человеческая, как видимые враги, не другие. Уже и жизнь моя исходит, а врагов остается так много. Дай, Господи, мне возможность пожить без врагов, чтобы я мог в правде исполнить заповеди Твоя. «Избавимя, Господи», говорит псалмопевец Давид, «отклеви ты человеческое, и сохраню заповеди Твоя». То есть те враги, которые окружают, они требуют внимания себе и борьбы с ними. Он говорит, «я не хочу видеть это время. Пусть наступит такое время, когда не будет их, уже проходит моя жизнь, чтобы я в чистоте и правде смог послужить Тебе». «Поведавши мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи». «Глумление», говорят святые отцы, «многословие, и, конечно, много хотели говорить и пустословить. Многие усиливают изъяснять Божественное Писание, но не все хорошо это делают». Но здесь святые отцы говорят больше о еретиках, конечно, те, которые пытаются свернуть с пути истинного человека. Еретиками сегодня мы можем назвать общим, сказать о тех сектантах, которые искушают человека, которые уводят его от Церкви Христовны, Христовой, от истинного богопознания, от той благодати, через которую человеку и открывается Царствие Небесное. Кому ни церковь, ни мать, тому Бог не Отец. Вот вне церкви нет спасения. Здесь Псалмоперезавет очень четко сказал, чтобы мы держались церковь Божию. На этом стихе, дорогие братья и сестры, мы с вами закончим говорить о 118-м Псалме, и далее мы продолжим его изучать уже в следующей нашей программе. Храни вас всех, Господь, и до новых встреч!